Открытым боком, том 1, вопрос 63, тема молитва. Нужно ли некрещеному молиться ангелу-хранителю во время утренних и вечерних правил? Отвечает Игнатий Тихонович Платкин. Учение о том, что ангел-хранитель дается при крещении, не подтверждается ни одним местом священного писания. Намного точнее и приятнее выглядит мысль, что ангел-хранитель дается от рождения всем крещенным и некрещенным. В Библии слово «ангел» встречается 347 раз. Он присутствует как с крещенными, так и с некрещенными, с иудеями, язычниками. Даже более того, в каждой стране, даже языческой, дан особый ангел, как толкует великий Златоуст. Даниил 10, стихи 13-21. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. «Ангел охраняет египтянку» в Бытие 16-11. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Деяние 10-35. «Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Некрещенный может молиться и благодарить своего ангела-хранителя. Этот ангел простирает крылья любви над каждой колыбелью, и кто бы мог устоять, как бы мог выжить младенец, будь то еврей, цыган или русский, при бесчисленных духах зла, желающих погубить, уничтожить, заразить младенца. Иов 33-23. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его». Об Иове неизвестно ничего. Был ли он обрезан, знал ли закон Моисеев? Эта книга считается древнейшей в Библии, но об ангел-наставнике он уже знал. Откуда?